Игры, организованные Фондом поддержки и развития физической культуры и спорта и проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Государственной корпорации Ростех. Именно эта структура, когда в нее влился ряд предприятий еще в 2009 году, задалась целью создать внутри большого коллектива определенную атмосферу. Для этого были избраны разные направления. Одним из основных мы считали спорт, который позволяет быстрее узнать друг друга, лучше узнать друг друга и, конечно, обязательно сказывается на отношениях на работе. Поэтому мы придумали такую форму корпоративной игры. Сначала это были с 2009 года мы начали корпоративные игры, внутренние, зимние, летние. И в основном они проходили в Москве, потом мы стали делать выездные. В течение трех дней участники могут отдохнуть от своей основной работы и поучаствовать в различных соревнованиях. А в Сочи, как на заказ, выдалась исключительно теплая солнечная погода. Свыше 400 участников. Очень много видов спорта. От дартса, стрельбы, настольного тенниса, волейбол, баскетбол, футбол и другие виды спорта. Мы, конечно, рады, что и Ростех пришел на наши площадки в город Сочи. Число участников корпоративных игр с каждым годом увеличивается. Причем приезжают специалисты абсолютно разных отраслей. От машиностроения до индустрии кино. Присоединяются и иностранные делегации. Для меня цель выступить хорошо на этих соревнованиях, показать свой уровень игры, достойно представить свою организацию и по возможности победить своих конкурентов. Мы все любим спорт, занимаемся спортом и для нас это как жизнь. Просто вот и все. Как раз представители Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики больше всего завоевали медали. Женщины стали первыми в волейболе, отжимании, шашках, мужчины в дартсе и нардах. По результатам ГТО лидерами стал Техмаш.